ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Нужно оставить веру в себя. Только тогда я смогу верить в Господа. Но люди говорят, я сделал доброе, поэтому я верю в Господа. Почему люди не могут войти в истинную духовную жизнь? То, что мы получаем спасение, то, что мы меняемся, это не зависит от наших усилий. Когда Иисус Христос входит в нас, я должен жить не со своими мыслями, а мыслями Иисуса. А чтобы жить мыслями Иисуса, а во мне нет доброго, у меня только зло, я грязный человек, я лукавый. Нам не нужно оставлять хорошее свое, а плохое выбрасывать. И злое, и хорошее, которое есть у меня, все, что есть у меня, надо выбросить. Тогда я стану человеком, у которого нет доброго. Что произойдет у людей, которые так не делают? Они будут стараться не обманывать, они будут стараться не воровать или не делать плохое. Это то же самое, как я, ходил в огород и ворую ярбуз. Другие наступают на растения и ходят по полю, а растение, естественно, умирает из-за этого. Кто-то пробует выбрасывать, если не спелое. Я же относительно от них осторожно переступал, чтобы не наступить на растения. Потом я нюхал растение, чтобы оно было созревшим. И только одну правую руку, вторую на левую руку. И, не повредив растение, я украл всего лишь два арбуза. Когда другие ребята, например, там, растоптали, из-за чего умирает плоды. Относительно их, я считал себя добрым. Да, кажется, что я добрый. Но то, что я украл, является воровством. Это и есть зло. А я же как думал. Ой, хотя я украл арбуз. Но я отличаюсь от вас. Я верю в Иисуса, хотя я ворую. Я не такой, как вы. Я добрее в вас. Но разве это доброе? Это злое. Это греховное. Причина, по которой мы не можем получить истинную любовь Иисуса Христа. Если в нас не будет ничего доброго и будет только зло, тогда мы сможем выбросить себя и принять благодать Иисуса и верить в Него. Но люди думают, я стал добрее, я меняюсь, если я буду прилагать усилия, я стану еще добрее. Этот человек не сможет принять Иисуса. У нас должно быть только зло. Тогда я смогу оставить себя. Если есть доброе, я не могу оставить себя. Самое важное в духовной жизни Иисус сказал, кто хочет следовать за мной, оставить себя. Тот, который не оставил себя, поскольку он думает о своем добрых делах, он не может оставить себя. Нужно признать, что я есть зло, и выбросить себя, и затем принять Иисуса. Но тот, который считает себя добрым, он не может оставить себя. В основе стоит он и принимает Иисуса. Позвольте, я объясню об этом. Что сказал законник Иисусу? Учитель добрый, что мне нужно сделать, чтобы он наследует жизнь вечную? Его слова очень смешные. Он ведь согрешил. Он согрешил. И за грех он должен попасть в вечный ад. Это его судьба. Разве за добрые дела его отправят в рай? Он ведь обманщик. Но если больше не будет обманывать, разве он станет добрым? Он своровал. А потом, если не воруют, он добрый? Он прелюбодействовал. Потом, если не прелюбодействует, но разве добрый? В глазах Бога мы все грязные. У нас нет ничего доброго. Я был благодарен перед Богом за одно. Но в 1962 году мне было очень тяжело. Я тогда обнаружил одно. Хотя я воровал, но, как я уже говорил, поскольку я ходил в церковь, я считал, что я добрее других людей. Я считал, что у меня есть доброе. Такой человек не может получить спасение. А Библия говорит нам, что в глазах Господа люди и зло во всякое время. Об этом мы должны запомнить. Давайте прочитаем одно слово из бытия. Бытие, 6 глава. Давайте прочитаем бытие, 6 главу, 5 стих. И увидел Господь, что великое развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Что же нам говорит Писание? Все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Вот какие мы в глазах Бога. Но большинство из нас не так считают. Я же читаю Библию. У меня есть, конечно, недостатки грязные, но также у меня есть добрые. Именно в этом у нас другой стандарт, который отличается от стандарта Божьего. Допустим, когда вы переезжаете, вы переезжаете в новый дом. Если есть бесполезная вещь, вы же выбросите. Есть вещи, которых жалко выбрасывать, верно? Есть вещи, которые вы не используете, но их не можно пользоваться. Поэтому не выбрасывает их. Когда мы шли на квартире Ума, у нас было 120 квадратных метров. И мы посчитали, сколько мы оплачиваем за квартиру в месяц. Там можно посчитать, сколько я плачу за квартиру. Есть некоторые вещи, которые в нашем доме, которые даже не стоят вот этих денег. Бесполезные вещи. Но они лежат. И спустя несколько лет только выбрасываем. То же самое. Оно не стоит того, чтобы находиться в квартире. Подобно этому. Когда мы начинаем вести духовную жизнь, и наш стандарт здесь отличается от стандарта Божьего, то даже спустя несколько лет у нас не получится вести духовную жизнь. Бог увидел, «Неважно, к кем вы являетесь». В глазах Господа мы были злого всякое время. Наши стандарты говорят иначе. «Ой, наш пастор такой добрый. Он духовный. Он может даже беззаконно жить. Он такой добрый». Это слова по стандарту человека. Люди думают, что если они делают добрые дела и помогают другим, тогда их оценка перед Господом Богом увеличивается в положительную сторону. Но если мы смотрим стандартом Господа Бога, мы зло во всякое время. Поскольку наши стандарты отличаются, вот что произошло с законником. Как бы он не старался хорошо исполнять закон, как бы он не читал Библию, закон был дан, потому что согрешили уже. Если бы никто не прелюбодействовал, разве был бы закон «не прелюбодействуй»? Если бы никто не обманывал, тогда бы говорили бы не обманывать. Даже если бы пришел закон «не обманывай». Однако если бы никто не обманывал, этот закон бы в конце концов исчез бы. Сначала был закон «не обманывай». Но если, например, никто не обманывает, то этот закон исчезнет. Когда Бог сказал, не воруй, это значит, что люди уже воровали. Когда Бог сказал, не обманывай, это значит, что люди уже свидетельствовали. Тогда этот человек, если будет делать доброе дело, он не изменится? Нет. Причина, по которой Бог дал закон, чтобы человек увидел, «Посмотри, ты человек, который должен погибнуть. Ты не должен стараться делать добрые дела. Ты должен прийти к Иисусу Христу, к Его благодати и спасения. Вот воля Господа Бога». Знаете, я делал добрые дела. Я делал плохое, конечно, но я считал лучше других. Я думал, я не такой злой, как другие. У меня было свое добро, что сказал законник. «Что мне нужно сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную?» Это очень смешные слова. Потому что человек, что бы он ни делал, он не может спасти сам себя своей силою. Об этом нужно помнить. законник же, он считал, что если будет исполнять закон, сможет унаследовать жизнь вечную. Знаете, что сказал Иисус на это? «В законе, что написано, как читаешь?» Иисус спросил, «В законе, что написано?» Но на этом вопрос не закончился. Но Иисус спросил, «В законе, что написано, как читаешь?» Как вы думаете, что значит «эти слова?» Когда мы читаем закон, его можно прочитать с этой стороны, и можно прочитать с другой стороны. Понимаете это? Я же правильно говорю? А как мы можем прочитать закон? Скажите, как? В Библии написано, что если исполняешь все заповеди, ты получишь благословение. Но если ты хотя бы один нарушишь, ты нарушил все. Однако нет ни одного человека, который бы совершенным образом исполнил все заповеди. Мы, люди, грешники перед Богом. Мы должны получить проклятие. Мы должны погибнуть. Все мы должны погибнуть. Иисус спросил в законе, «Что написано, как читаешь?» Закон говорит, что если все исполнишь, получишь благословение. Если же нарушишь, получишь проклятие. Дорогие слушатели, ведь этот законник тоже по закону должен получить проклятие. Однако, поскольку он старался исполнять закон, он считает, что таким образом сможет попасть в Царство Небесное. Если исполнять закон, мы можем стать добрыми, тогда нет причины Иисусу приходить на землю. Если мы, исполняя закон, можем попасть в Царство Небесное, зачем Иисусу приходить на землю? Нет смысла Иисусу рождаться на земле. Для чего Иисус пришел на землю, скажите? Потому что все мы, кроме Иисуса Христа, от греха не можем освободиться, мы все должны погибнуть. Иисус спросил, в законе, что написано, как читаешь? Законник сказал в ответ, «Нет, возлюби Господа твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и ближнего твоего, как самого себя». Позвольте, я задам вопрос. Кто может любить ближнего, как самого себя, скажите? Среди вас есть такой человек? Таковых нет. Таких нет. Только Иисус может возлюбить ближнего, как самого себя. Какого же ближнего, как самого себя? Семь сердцем, всей душой, всей крепостью. Если мы посмотрим на эту ситуацию, мы ничего не можем сделать, дорогие слушатели. Один человек развелся и женился на другой женщине. такой же ведь может быть. Однажды, одна сестра пришла в церковь и рассказывала про свою мачеху. Я сказал ей, «Сестра, мне кажется, твоя мальчика, хотя ты не родная ей дочь, но она очень хорошо относится к тебе». На самом деле, никакая женщина не может одинаково относиться к дочери, которой она родила сама, и к дочери, которую не рождала. Это очень интересный момент. «У нас в Кангнамской церкви есть много детей. Я вижу, что они получают любовь. Они очень милые, однако они отличаются от моих внуков». Верно? Я правильно ведь говорю? Да, совершенно верно. Поэтому мачеха, как бы она хорошо ни старалась сделать, все равно она будет к родной относиться лучше, чем к неродной дочери. И если неродная дочь ожидает, что к ней будут относиться так же, как относится к родной, это неправильно. Знаете, когда я смотрю на ситуацию, хотя у тебя мачеха, но, может быть, она спасенная, поэтому, но она поступает не как поступают мачехи, поэтому ты неправильно о ней думаешь. Это естественно. Это правильно. Поскольку каждый человек любит тебя. Понимаете, о чем я хочу сказать? Например, если вы выйдете замуж и будете воспитывать ребенка, которого вы не рождали, тогда вы увидите, что невозможно относиться одинаково к детям. и сам ребенок не сможет относиться к вам как к родной матери. Никак не получится относиться одинаково. Но если вы об этом знаете, тогда даже если чуть-чуть хорошо делать, вы будете говорить, о, мачеха хорошо мне делает. Но очень трудно убедиться в этом. Поэтому матери, которые воспитывают неродных детей, им говорят, что они плохая мачеха, как бы они хорошо не делали. Тысячу сделаете хорошо и одну сделаете плохо, поскольку вы неродная мать. Родному ребенку можно сказать, иди убейся, можно наругать, можно прогнать. А мачеха же, если хотя все сделает хорошо, но одну сделает плохо, тогда она будет осуждать. это есть разница между родным и неродным. Ваши родные дети, если они некрасивые, все равно будете чувствовать к ним любовь. То же самое. Но человек так устроен, что к своему хорошо относится. Поэтому большинство людей, живущих на земле, они себя оценивают намного больше положительно, чем отрицательно. И этот стандарт отличается от стандарта Божьего. Люди думают, если я буду делать добрые дела, тогда я смогу стать добрым и приобрести жизнь вечную. Это смешные слова. Что в законе написано, как читаешь? И можно разделить закон на две группы. Есть люди, которые думают, что если исполнять закон, сам добрыми. Господь уже сказал слово всякое время. Бог сказал, что все помышлены слово всякое время, что нет ни одного доброго. Но и вы считаете себя добрым. Вы считаете себя неплохим. даже вор, когда ворует, когда я воровал, например, арбуз, я считал себя добрее других. Смешные слова я говорю сейчас, конечно. Но человек так устроен. Иисус рассказывает про человека, попавшегося разбойником. Написано, люби ближнего, как самого себя. А кто ближний мой? Иисус сказал, некто шел из Иерусалима в Иерихон, попался разбойником, его побили и разделили, оставили едва живым. Некто священник, шел дыругою. Он сразу понял, что этот человек, который лежит, попался разбойником. Если он попался разбойником, это значит, что рядом есть разбойники. И со мной могут поступить так же. И священник убежал, не оглядываясь назад. Но некто самарянин помог человеку, попавшемуся разбойником. Он ведь рисковал своей жизнью, правильно? Он рисковал своей жизнью, потому что ценил жизнь этого человека. «Можем ли мы любить сына, которого не рождали, больше, чем сына, которого сами родили? Может быть, такое, что чужой ребенок будет красивее, чем мой родной ребенок? Такое невозможно. Не обманывайтесь. Нет такого человека. Если разбойник находится рядом, все убегают, даже не оглядываются назад. Кто может так помочь? Ни один из человека. Нужно отдать свою жизнь, чтобы любить нас. Нас может любить тот, который готов отдать свою жизнь. Мир настолько злой, что если чуть-чуть помочь, скажут, что он добрый человек. Но это для человека так, что важно, вы уже те, которые попали с разбойника. То есть те, которые согрешили. Человек, попавшийся разбойником, символизирует людей, которые согрешили и стоят перед смертью. Еще чуть-чуть, и тогда садит солнце, придет дикие животные. И звери придут и разорвут его тело, и из него ничего не останется. Это символизирует нас, который если оставить тогда, из-за греха мы все погибнем. Знаете, насколько смешные люди? Иисус сказал, что есть Спаситель и есть Спасаемый. Иисус это тот, который спасает. А мы те, которые даже себя не можем спасти. Как мы можем тогда спасти других, скажите? Мы те, которых спасают. А Иисус тот, который спасает. сегодня многие люди читают Библию. И они считают себя добрыми самарянами. Это смешные слова. Они не знают Библию. Апостол Павел говорил, что у меня нет доброго. Бог сказал, что зло во всякое время. сатанас же нас обманывает. Когда мы помогаем нуждающимся, из-за того, что дали 50 долларов нищему, мы говорим, о, я добрый человек. И долго мы помним об этом. Из-за того, что кому-то помогли, забываем о всем своем зле. Но чем 100 долларов, которые мы даем нищим? Если сравнить наше зло, мы ведь совершили намного больше зла. Но люди считают себя добрыми, поскольку основа духовной жизни их строится так, они делают доброе, хотят спасти себя. себя. Как это можно сказать иначе? Это значит, что я могу спасти себя. Как человек, который не смог победить грех и умирает, может спасти сам себя, скажите, это смешно. я общался с пасторами. Но почти все пасторы говорили, что они являются добрыми самарянами. Но это неправильная позиция. Если он может спасти других, он может тогда спасти себя? Тогда зачем спрашивать, как у нас следует жизнь вечную? Это невозможно. Но сатана обманывает многие люди говорят, ой, пресвектор, у вас такая хорошая вера в нашей церкви. Я думаю, что есть очень хорошие люди. Я встречаю очень много хороших людей. Но простите меня, пожалуйста, порой даже мне бывает стыдно. Потому что хотя я пастор, но я думаю, что я хуже, чем они. Хотя я пастор, я не могу любить Господа так, как они любят. Конечно, я не говорю, что все такие. Но порой бывает, что мне стыдно, когда смотрю. Я, хотя пастор, не могу поступить, как они. До сих пор у меня есть много недостатков. И сейчас часто бывает, что я злюсь. И порой я оказываюсь в своих мыслях. Но о чем же я хочу вам сказать? Бог не сделал, чтобы исполнять закон, мы могли получить спасение. Если законом мы можем получить спасение, тогда Богу не нужно было планировать отправить Иисуса на землю. После того, как в книге бытия Адам сел от дерева познания добра и зла, ему стало стыдно, и он сделал из смоковной листьев одежду и одел. Но потом написано, что Господь дал кожаную одежду. Кожаная одежда, естественно, это кожа животного, правильно? А для того, чтобы сделать кожу, нужно убить животное. для того, чтобы закрыть наши недостатки и поруки. Животное должно было умереть, и это животное символизирует Иисуса Христа. После того, как Господь Бог сотворил небо и землю, и когда человек согрешил, Господь Бог планировал для того, чтобы послать Иисуса Христа и очистить наши грехи. Иисус Христос умер на кресте и спас нас. Но люди, как этот законник, они считают, что своими добрыми делами могут спастись сами себя. Поэтому таких людей очень жалко. человек, который согрешил, кроме крови Иисуса Христа, никакое добро не может спасти нас. Никакое добро. Вы считаете себя добрыми? Человек, у которого такая душа, они не могут полностью перейти в веру в Господа. и вне спасения Иисуса своими делами хотят спасти себя. И таких людей очень жалко. Я думал, почему же они думают так? Мы ведь уже согрешили. Человек, который согрешил, если будет делать доброе дело, разве его грех исчезает? Нет. способ, который может спасти нас от греха, не законом, не чем-то другим, а только кровью Иисуса Христа. Только кровью Иисуса Христа. Поэтому Иисус должен был умереть на кресте. однако люди они не думают так. Поэтому жалко их. Иисус сказал законнику, действительно ли всем сердцем твоим любишь ближнего своего как самого себя? Скажи, когда я сижу за рулем, порой 30 секунд, 40 секунд, 50 секунд я стою на светофоре. И мне было жалко этого времени. Я думал, как можно сэкономить это время? Я поставил Библию перед собой. И когда красный свет сыграет, я читал Библию. Потом я слышал, что сзади сигналят мне. и оказывается сигнал уже перешел на зеленый. И тогда я тронулся с места. Два раза было подобное. После этого я понял, надо просто ждать. Нельзя читать Библию, потому что не получается. Я могу, конечно, записать Библию и слушать, но не могу размышлять о слове. Поэтому больше я не читал Библию. два раза я пропустил сигнал, и после этого я не читал Библию за рулем. Самая большая проблема нашей духовной жизни заключается в том, что люди считают себя добрыми. И так же часто ругаются люди, потому что считают, что свой способ лучше, чем способ других. Когда я беседую со супругой, порой бывает, когда она думает неправильно, но считает себя правильной. в каком-то момент она права. Но если мы смотрим полностью, тогда она неправа. Точно неправа. Но она считает себя правой. Это потому, что она смотрит только на одну часть. Когда мы смотрим на себя полностью, мы увидим, что мы грешники. Поэтому если Библия говорит, что перед ним делами закономия продать на какая плоть, нужно верить в Слово. Только кровь Иисуса может спасти нас. Люди, которые утверждают свои добрые дела, знаете, насколько они гордые? Они считают себя добрыми самарянами. Но когда они сами не могут спасти себя от греха, как могут спасти других людей? Как они могут называть себя тем, который спасает, то есть Иисуса? Если мы посмотрим Библию, есть очень интересный момент. Есть Спаситель и есть Спасаемый. Спаситель это самарянин. А Спасаемый это человек, попавшийся разбойника. Знаете, кто тот, которого спасают? это те, которые сами не могут спасти себя. Те, которых если просто оставить, они погибнут. Человек, который тонет в реке и не может спастись, их называют те, которых спасают. Но даже если попался разбойником, но даже без помощи других, если он может спасти себя, ему не нужен Спаситель. но человек, попавшийся разбойником, он умирал. Если никто его не спасет, он должен был погибнуть. Если не Иисус, мы должны получить проклятие. Все люди, живущие на земле, это те, которых спасают. что бы мы ни делали, своими делами не можем спасти себя. В Библии написано «не от дел». По благодати вы и по вере вы спасены. И это не от вас, а Божий дар. Написано «не от дел», дабы никто не хвалился. Что бы мы ни делали, мы не можем спасти себя. Что сказал законник? Что мне надо сделать, чтобы у нас эту жизнь вечную? Иисус переспросил. А в законе что написано? Как читаешь? Вот что он сказал. Что он хотел этим сказать? Что закон можно понимать по-разному. Но закон хочет нам сказать что мы те, которые уже нарушили закон, поэтому мы грешники. И у нас нет способа чтобы очистить себя. Вот чему учит закон. Но те, которые неправильно знают, они думают, если я буду стараться, я стану добрым, я смогу попасть в царство небесное. Но если он будет исполнять закон, то, что он нарушил, оно не исчезнет. Такого невозможно. Поэтому Иисус говорит человеку, который попался разбойником, кто ближний мой? Некоторых человек шел из Иерусалима вверху, он кто ближний ему? Священник или левит? Нет. А Иисус Христос, то есть самарянин, тот, который помог. Если посмотрите Библию, написано, некто подошел, увидел его, он увидел, жалился, подойдя, воздевал масло, воздевал вино, перерезал раны, посадил на осла и привез в гостиницу, позаботился и дал два динария. Там есть десять дел, которых сделано было. И среди этих десяти дел нет ничего, что сделал тот, которого спасают. А Иисус, который спасает, Он все сделал. Когда мы получали спасение, если спасение было зависимо от наших добрых дел, тогда это было бы ненастоящим. Сто процентов только Иисусом мы должны получить спасение. Когда человек, попавшийся разбойником, получил спасение, он ничего не сделал, чтобы спасти себя. Спаситель сделал все. Шел той дорогою, увидел его, жалился, подошел, воздевал масло, воздевал вино, перевязал раны, посадил на осла, привез в гостиницу и позаботился и достал две динария. Есть десять дел. Человек, попавшийся раздемоником, ничего не сделал из этих дел. Сто процентов сделал Господь. Вы считаете, что ваши добрые дела помогут вашему спасению, но не так. Вы получите проклятие за это. Сто процентов спасения зависит только от Господа. Кроме Иисуса ничто не может спасти нас. Но люди хотят добавить свои дела. Иисус же, Библия же, чтобы научить нас, что не от дел спасения. Поэтому Иисус говорит о человеке пообщейся разбойникам. Этого человека спасли, потому что попался разбойником, и он умирает. Как мы можем спасти других, когда сами себя не можем спасти? люди неправильно смотрят на себя. Сегодня мы читали слово, как Иисус омыл ноги учеников. Что же сказал Иисус? Омытому нужно только ноги умыть. Некоторые говорят, нужно омывать ноги. Но смешно. Разве мы можем очистить грехи другого человека? Разве свои грехи мы можем омыть? Кто умыл ноги? Даже ноги умыл Иисус. Аминь? 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 Что я сделал? Иисус все сделал. Иисус умер на кресте за нас. Духа Святого отдал Иисус. Евангелие передал Иисус. Кроме того, как принять слово наше сердце, ничего нам не нужно делать. Поэтому мы должны стать теми, которые ничего не могут делать. Но пока вы будете считать себя, что вы делаете что-то хорошо, мы стараемся стать добрыми самарьянами. Поэтому не можем получить прощение грехов. Проходит 10 лет, 20 лет проходит, но остается грешниками. И наоборот, если мы станем теми, которые попались разбойникам, кто будет стараться, а мы свои грехи нет, он будет ждать Спасителя. «Ой, проходит священник, он должен подойти, иначе я погибну». Наступает вечер, солнце садит. Вот левит проходит. Он просит, чтобы его спасли, но левит уходит мимо. Подошел самарянин. Почему самарянин символизирует Иисуса? Потому что самарянин, чем свою жизнь, он ценил жизнь человека, попавшегося разбойником. Почему? Потому что если он будет помогать, ведь это значит, что рядом могут находиться разбойником. И Си может произойти подобное, но он все равно спас человека, который попался разбойником. он поставил жизнь человека, попавшегося разбойника, выше, чем свою жизнь. И так может поступить только один человек. Скажите, кто может рискуя своей жизнью спасать человека, попавшегося разбойником? Кто может любить ближнего своего как самого себя? Никто из нас не может. Когда я голодный, я не могу терпеть. А когда ближний голодает, я ведь не чувствую. когда у моего ребенка плохо, тогда сердце бьется. А если не мой ребенок, тогда все равно мне ведь. Конечно, никто так не скажет. Но все равно не могут относиться как к своим родным детям. Поэтому я хочу сказать вам, нельзя мачеху считать родной матерью. Потому что только одна мать может относиться как к родной мать. но если мачеха делает так хорошо, нужно благодарить. Нет таких женщин, как твоя мачеха. Ты сейчас неправильно думаешь. ведь мачеха тебе передала Евангелие. Ты должен за это благодарить. Она спасенная, поэтому так хорошо относится к тебе. И эта девушка поменяла свое сердце. Она поменяла свое сердце. И после этого она очень хорошо относилась к мачехе. И с того момента их жизнь изменилась. эта женщина не знала, но изменилась. Так же и мы. Никто из нас не может одинаково относиться к родным и неродным. Так человек не может сделать. Потому что родной сын дороже. Я дороже, чем другие. Любить ближнего как самого себя невозможно. этого невозможно. Если люди говорят, что они могут, они лицемерят. Я не могу любить ближнего как самого себя. Это закон. Я не могу так жить. Только когда Иисус входит в мое сердце и ведет, тогда возможно может быть. Но я не могу любить ближнего как самого себя. Я не могу любить других сыновей как родного сына. Я не могу любить дочерей как родных к дочерей. Я не могу относиться к внукам и к другим детям одинаково. Так устроен человек. И вы так же устроены. Не обманывайтесь. Некоторые притворяются, что они чистые. Не обманывайтесь. Мы все грязные, скверные. Человек, он злой. Мы должны обнаружить это. Тогда мы сможем получить милость Иисуса. И мы сможем получить любовь Иисуса. Нужно омыть ноги, говорят некоторые. Иисус, спасибо. Омойте. Говорят, где-то приводит умывание ног. Я считаю, что только Иисус может умыть ноги. А я не могу умывать ноги других людей. Иисус не только умыл наши ноги. Он должен омыть нас полностью. Я считаю так, что многие братья и сестры в нашей церкви, среди них есть многие, которые лучше меня, хотя я пастор. Может быть, я могу сказать, что я знаю Библию чуть-чуть лучше, чем они. Но я не добрей их. Я не святей их. Я злой. Именно поэтому в 1962 году я оставил все свои мысли и принял слово Иисуса. я опустошил свое сердце. Поэтому до сих пор я мог жить так. Иначе я бы снова оказался во грехе. что важно. Не нужно обманываться. «О, я сделал доброе. Я добрее других людей». В каком-то части может быть. Но мы не можем любить ближнего, как самого себя. Когда вы признаете настоящих себя, вы увидите, насколько вы злые. Вы увидите, насколько мы грязные. И насколько мы лукавые. И насколько мы лицемерные. Когда я смотрел в зеркало, я часто говорил, «Ухсупак, ты грязный человек». «Ухсупак, ты злой человек». «Ты лукавец. Я не любил себя». Знаете, я ненавидел себя. Я действительно не любил себя. И я поверил в Иисуса. Иисус вошел в мое сердце. Иисус ясно показал, как он отличается от меня. И так я полюбил Иисуса. Порой бывает, что я следую за своими мыслями, будучи пастором. Порой мне бывает стыдно. Порой я делаю ошибки. Такое тоже бывает. Я благодарен братьям и сестрам, что такого меня называют служителем. Я очень благодарен им. Недавно один человек позвонил мне и начал говорить, что я принял пастор Пагенчун обратно. Я очень рад был, что он вернулся в церковь. Я очень рад был, что он вернулся в церковь. Спустя несколько месяцев мы проводили летнюю конференцию. Я позвонил Йонг-Джуну. Хочешь приехать на конференцию? Он сказал, хорошо. Я удивился. Потому что он не был таким человеком. Оказалось, произошел один конфликт. И некоторые люди хотели убить его. Ему некуда было убежать. И поэтому он пришел на конференцию. До сих пор я ясно помню. У него были кроссовки. И он говорил, дядя, дайте мне одну палатку. Если нет, я уйду. Я говорил, Йонг-Джун, постой, постой. Ему негде было ночевать. И я попросил, чтобы он ночевал с одним братом. И на конференции Йонг-Джун получил спасение. Знаете, я чувствовал любовь к племяннику. Он находился в церкви, жил при церкви. И очень был искренним. Каждый раз, когда я смотрел на него, мне было радостно. Я думал, если я умру и стану перед моим старшим братом, я скажу ему, я хорошо воспитывал твоего сына. Бог помиловал. Так мне хотелось сказать моему брату. Но шло время. Он ушел из церкви, и мне было больно из-за этого. Но полгода назад он мне позвонил и сказал, что хочет вернуться в церковь. Я не мог поверить в это. Я думал, он правда об этом говорит? Я сказал, приезжай. Он приехал. Он находился в церкви. И церковь, в которой он смотрел раньше, и нынешняя церковь. Церковь не изменилась. Но в глазах Йонг-Джуна это была совсем другая церковь, не та, которую он раньше видел. Он начал меняться. Когда он пришел в церковь, я смог увидеть его сердце. Мы радовались. Я был благодарен. Я славил Господа. Я был очень благодарен Богу. И я понял, что он может служить Господу. То же самое с моим племянником Йонг-Джу. Хотя он не уходил из церкви, но он проводил миссию в Америке. Я сказал, приезжай в Корею. Он хорошо водит машину. Поэтому сказал, давай будешь водителем. Он приехал в Корею и водил мою машину. Мы беседовались с ним в машине. И он стал драгоценным братом, который изменился. Может быть, они мои племянники, поэтому я так смотрю. Но даже в моих глазах я вижу, что они стали драгоценными людьми. Люди меняются. Нужно порой обнаруживать свой вид. Когда Йонг-Джун пришел в церковь, он плакал в нашем доме. И рассказывал, как он жил. Я очень счастлив. Не только Йонг-Джун. Я говорю, пускай все вернутся. Я говорю, вернитесь, вернитесь. Я хочу кричать об этом. Если возвращаться, кого я не приму, скажите. Я ведь тоже такой же человек, как они. Я очень счастлив. И мне радостно. Мне весело. Много есть слухов. Но Иисус принимал всех. Иисус сказал, приди. То же самое. Некоторые люди считают, что они лучше, чем Йонг-Джун. Поэтому говорят, как вы можете принять такого человека? Но скажите, кто из нас лучше, чем другие? Я увидел, что он стал совсем иным человеком. Знаете, он не просто перед людьми поступает. Я был благодарен. И я хочу увидеть моего брата. Мне кажется, он станет теперь драгоценным служителем. Дорогие служители, мы все грязные грешники. Поэтому прошу вас. Из-за того, что вы сделали добро, не верьте, что вы добрые. Из-за того, что вы сделали хорошо, не возвышайте свое сердце. Тогда зло будет расти в вас. В 1962 году я обнаружил, что я злой и грязный человек. Я увидел, что я грязный человек. И после этого я перестал верить в себя. Я не мог верить в себя. До сих пор, когда я смотрю на себя, у меня очень много того, чему я должен стыдиться. У меня много недостатков. В последнем 2020 году знаете, мое сердце трепещет. Сейчас вся СМИ сосредоточена на мне. И я дал многим телерадиокомпаниям США интервью. И многие телерадиокомпании хотят взять интервью у меня по всему миру. Я себя веду очень осторожно. Боюсь, что моя душа может возгордиться. Потому что порой бывает, что моя душа становится гордой. Тогда, когда я верю в себя. Я тот, который достоин проклятия. Но по благодати Иисуса, я получил спасение. Разве мы можем кому-то омыть ноги? Разве мы можем делать доброе? Разве мы можем спасти кого-то? Это невозможно. Это ложь. Мы все грязные. Кроме крови Иисуса Христа. Ничто не может очистить нас. Когда вы принимаете эту истину, тогда вы сможете получить благодать Господа. Если вы считаете себя хорошими, вы будете стремиться возвышать свое хорошее. Но не будете возвышать Иисуса. Если мое хорошее будет впереди Иисуса, это будет проблемой. Каждый раз, когда я работаю, я помню и знаю свои недостатки. Поэтому я всегда веду осторожно. Нужно смотреть на себя. И нужно опускать свое сердце, смирять себя и жить так. Нужно помнить недостатки и получить милость от Господа. Не думайте, что я могу делать доброе дело, что я могу спасать кого-то. Порой Иисус, который во мне делает добро. Порой Иисус делает, чтобы у меня получалось хорошо. Но если я верю, что я умный или хороший, тогда вера в Иисуса станет слабее. И тогда мы легко можем впасть в грех. Господь должен держать меня. Многие люди, те, которые считают себя хорошими, они осуждают меня, осуждают церковь. Есть многие, которые ушли из церкви. Но я ни разу не увидел, чтобы у них получилось все хорошо. Все впали в грех, или начали пить, или начали вести распутную жизнь. Таких людей очень много. Злые. То, что мы не можем сделать доброе. Мы можем стать добрыми, только когда уповаем на Иисуса. Мы можем стать святыми, когда будем смотреть на Иисуса. Дорогие слушатели, я желаю, чтобы вы получили благословение от Бога. Не нужно становиться гордым. Со скромным сердцем. Не считайте, что вы все знаете. Всегда учитесь. И всегда общайтесь. Я желаю, чтобы вы стали братьями и сестрами, которые радуют Господа. Многие люди, которые получили спасение и радовались, ушли из церкви. И, уйдя из церкви, впали в грех. Церковь защищает вашу духовную жизнь. И нужно помнить, что Дух Святой вместе с вами. Я желаю, чтобы вы служили Господу. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok